Дело было вечером, делать было нечего. Бой решил сыграть я. Да не простой бой, а чтобы скуку свою утихомирить. И выбрал танчик я необычный. Заморской. Звали его тупо 5 хэви. Думаю, ну все. Максимальное разнообразие будет именно здесь. На каком еще танке я смогу получить необычный геймплей? 100% вот оно. Счастье мое. И что вы думаете? Поехал я в бой, который игра оценила в 3 отметки. Ни тебе челленджа какого-то, ни вызова, ни боли и страданий. Просто 1 бой, 3 отметки. Но боем на нем уже было сыграно достаточно. И отметка и так была уже 88%. За этот единственный бой дали больше 7% отметки. Видимо за такую продолжительную медитацию, пока я на танке не играл, намедитировал сразу 7% отметки. Тут и гайта не из чего делать, бой всего один. И про танк сказать нечего. Но пару особенностей я заметил сразу. Раньше я играл на фугаснице, и нанести урон было крайне легко, стреляя куда попало. Сейчас же я играл на орудии. Нормальном, человеческом, чисто пацанском. Никаких тебе фугасов. На голдовой ббшке пробитие 280. И якобы бронированные танки сверху вниз пробиваются очень легко. А высота у нашего тупо 5 хэви не маленькая. С самого начала боя я офигел, насколько высоко я нахожусь над полем боя. Все какие-то маленькие карлики. Я прямо царь этого боя. Выше всех, смотрю сверху вниз. И сыграл всего один бой. С уверенностью могу сказать, что этот танк тоже можно заносить в список танков с комфортным орудием. Орудия, с которых приятно и кайфово стрелять. Орудия, у которых снаряд летит практически всегда в середину, с них легко попадать и наносить урон. У тайп 5 хэви такая четкая стабилизация. Хорошее сведение, хорошие УВН. Орудие меня порадовало. Оно реально комфортное, четкое и классное. Но что точно могу сказать. Хоть в этом бою в меня много не стреляли, но меня пробил эмиль без голды. И это очевидно, что у танка брони мало. Он скорее играет от размена своего хп, выдавая альфу в ответ. Стоять продолжительное время под вражеским обстрелом, я думаю не стоит. Наш танк попросту рассыпется. Поэтому заезжать под перекрестный огонь или стоять в позиционке перед врагом, все время показывая свою тушку, это ошибка. Еще было бы прикольно поиграть на этом танке побольше, чтобы найти какие-то новые необычные прострелы на картах. Поскольку дырок в стенах и в домах очень много. И пострелять через какие-нибудь заборы тоже было бы прикольно. Есть подозрение, что данное орудие с огромным калибром частенько бы взрывало бой укладки. Но за один бой я никому так ничего и не взорвал. Да и бой был против девяток, без артиллерии, на карте где получился ближний бой. Условия были комфортные. Царский японец порадовал меня целым одним боем. В целом я остался доволен. Жаль, что нельзя на танки сбросить три отметки. После всех его изменений и такого огромного перерыва, хотелось бы заново на нем набить три отметки. А то как-то уже и набивать нечего. Разве что попробовать набить сто процентов отметки. Но это как-то ничего не дает. Три отметки хотя бы на пушке видно. На сто процентов просто циферка для себя. Еще на этом танке у меня замечательный 3d стиль. Честно скажу он мне не нравится. Какого-то кайфа от него я не получаю. Но в целом он какой-то есть и есть. Больше он мне напоминает набор несвязанных текстурок, которые просто остались и их некуда было деть. А раз тайп 5 хэви большой, можно на него умостить их все. Какого-то стиля, однородной какой-то стилизации, какой-то задумки-продумки. Я честно говоря не вижу вообще ничего. Какой-то светлый такой камуфляж непонятный на нем. Как будто бы корабельный что-ли или я не знаю чё. В некоторых местах катаны, в других какие-то узелочки там, веревки, канаты, непонятные деревянные штуки-дрюки. Ну и куда же без огромных пулеметов-звездолетов. Бледно-светлый цвет честно говоря тайп 5 хэви не идет вообще. Он не смотрится ярко, красиво, интересно. Да, слава богу, он не выглядит как цыганский табор. Очень хорошо, что он не выглядит как 122тм со стилем, где там он весь белый, с красненькими помпончиками, со всякими там выкрутасами, загаулинами. Хорошо, что он хотя бы выглядит так. Но можно было бы немножко добавить сочности и поубирать лишний мусор. Впечатление от 3d стиля такое, что он наполовину, как будто бы выставочный и стоит наполовину в музее, со всякими там подставками под катаны и канатиками, а наполовину боевой с пулеметами и звездолетами. Как оно вместе связалась в один танк и вместе по бою куда-то там едет, я честно говоря мало себе это представляю. Что творилось в голове у человека, который все это в одну кучу лепил, мне не сильно понятно. Такое впечатление, как будто бы человеку дали задание, сделай на японском танке что-то японское. Он загуглил, первое встречное все высыпал на танк и готово. Тут тебе какие-то деревяхи, типа подставки под что-то там, пушки или еще что-то. Тут тебе катаны, тут тебе канатики, узелочки и остальная дребедень. Я себе слабо представляю, что это какой-то боевой танк. Это больше похоже на какой-то бабушкин шкаф, где просто все пожитки, нажитые за долгие воды, хранятся и покрываются слоем пыли, чтобы было. Не знаю, кому должен понравиться этот стиль. Какова целевая аудитория этого внешнего вида? Детей или взрослых мужиков или женская аудитория? Хрен пойму кому это нравится. Вот такая история одного боя про тайп 5 хэви. С вами был Варчик, карате красиво, четко и классно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok